Непогода стала причиной крупной аварии в Корсунском районе. Из-за обледенения трассы сегодня около 7 часов утра на автодороге Корсун-Растислаевка перевернулся пассажирский автобус. Пять человек пострадали. Также в связи с сильным ветром, дождем и снегом сегодня в регионе был временно введен режим ограничения движения для рейсового и грузового транспорта на северном, восточном и западном направлениях. Подробнее о дорожной ситуации расскажет Ирина Силкина. Утро для области началось неспокойно. Около 7 часов утра на автодороге Корсун-Растислаевка перевернулся пассажирский автобус ПАЗ. Причина – обледенение трассы. В момент ДТП в автомашине находилось 19 человек. В настоящее время за медицинской помощью обратилось 13 человек. Из обратившихся за медпомощью госпитализировано пятеро пострадавшие сейчас находятся в Корсунской районной больнице. Доставку остальных пассажиров до места назначения организовали попутным транспортом сотрудники ЕБДД и МЧС. По факту травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия в Корсунском районе 13 пассажиров автобуса проводится доследственная проверка. На месте работают следователи Следственного комитета. Также будет дана оценка оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок. В правительстве области после утренней аварии срочно собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям на связи все районы области. Во всех муниципальных образованиях идут очень сложные осадки, дождь со льдом, снег, что моментально приводит к образованию гололедных явлений как на автомобильных дорогах, так и на всей уличной дорожной сети тротуаров, городов и поселков. Поэтому обязую всех взять под личный контроль проведение работ по борьбе с этим природным явлением. На заседании комиссии обязали дорожные и коммунальные службы работать до тех пор, пока не будет обеспечен безопасный проезд и пешеходное перемещение на всей территории региона. Для ликвидации гололеда задействованы в настоящее время 120 единиц спецтехники на дорогах области. Средние погодные условия стабилизировались, осадки прекратились практически повсеместно. Сейчас ликвидируются последствия. Из-за сложных погодных условий транспортным управлением совместно с ГИВДД было принято решение о временном закрытии движения рейсового и грузового транспорта. На Ульяновском автовокзале маршруты по всем направлениям были закрыты ровно на 3 часа с 8.30 до 11.30. Сейчас пассажиры в процессе получения своих билетов и отправки до пунктов назначения. Коллапса на территории автовокзала удалось избежать. Все 8 касс заработали сразу после того, как дороги обработали спецсредствами от обледенения. Мы стараемся билетить и отправить тех пассажиров, которые на 3 часа задержались с отправлением. Я думаю, что в пределах 20-30 минут очередь, которая сейчас стоит, мы всех обслуживаем. Открыли все, билеты взяли. Через 20 минут уедем. Тут очередь была, но быстро открыли косы. Я купила билет, сижу в доме. Два часа где-то ждем. Мы приехали на такси, у нас тоже автобусы не ходят, с Татарстана мы. И сейчас мы едем дальше до Самары. По словам синопсиков, капризы погоды связаны с фронтальными разделами Атлантического циклона. С выносом теплой воздушной массы отмечаются осадки преимущественно в виде дождя. Местами гололедные явления. Ретер юго-западный, умеренный до сильного. Температура по области 0,4, в Ульяновске 0,2. На дорогах сильная гололезица. В Ульяновском гидромедцентре предупреждают, что последующие сутки погодные условия существенно не изменятся. Повсеместно будут отмечаться осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью по области и в Ульяновске ожидается одинаковая – от минус 2 до 2 градусов тепла. Сильная гололезица на дорогах сохранится. Ирина Силкина, Герман Баранов, Денис Миронов. Вести Ульяновск.